всем доброго времени суток сегодня у нас будет обзор и рассказ о недорогих чайных кофейных парах то есть тут у меня поступили новинки как я обещал вот вам показываю более подробно рассказ то есть мы сейчас я стараюсь расширять свой ассортимент причем в различном ценовом диапазоне в различном ценовом диапазоне поэтому будут появляться и бюджетные скажем так предметы различные и по фарфору тоже в различном ценовом диапазоне вот вот эти вазы я думаю вы мне могли видеть если вам понравится кстати скажу допустим 4 ваза так стоят на этом они на них есть отдельный обзор это все брендовые ну допустим там можете так посмотреть все такое немецкое но 80-х годов этом про них рассказываю на все есть клемма вот такие вот интересные вот такие вот интересные как вы видите да роял бавария вот это уже просто идут они там по старым лекалам делают ну в репродукции сами же не делают то есть про эти вазы мне все есть я думаю все понятно это тоже самый очень интересный кобальт это там порядка 80-х годов вот мы поэтому вернемся к этим-то верил к это уже более современный вот это тоже бавари очень интересная в том плане что никто в 24 карат золота мы используем смотрите берлин здесь достопримечательности тоже очень интересно то есть вот эти две чашки будут расскажу про плюсы и минус вот такая вот интересная винтажная . начнем скажем так по старшинству по возрасту вот интересная ваза ну про чашки расскажу только вот клеймо как вы видите там ватунная вставочка дрезден клеймо очень известные производители все тут видно интересно ведь в руке так держу конфетки какие-то можно положить флешки и так далее посмотреть как декоративно лежит яблочко да интересно согласно вот так вот можно положить конфеты прям подавать то есть можно использовать на стол поставить декоративные что прекрасный винтажный предмет думаю очень даже пусть можно пользоваться и она недорогая как допустим которую вас только поставить в шкаф музейную и хранить поскольку она винтажная все оригинальное посмотреть какие здесь цветочки сохранить до немецкая смотрите все тут хорошо так ну может быть какие-то мелкие и вот здесь вот один скольчик лепесточка побольше идите одного лепесточка нет но я как говорю я на этом не заморачиваюсь если кто-то видел какие-то метам репортажа смотрите то есть я считаю на в отличном состоянии для своих лет смотреть я думаю что это ручная роспись ведь видно не может быть я конечно ошибаюсь смотрите может быть смесь подрисовка но так что небольшая ваза аккуратная золотая отделочка тут внутри снаружи все так очень со вкусом недорого и красиво то есть можно пользоваться не жалко если сильно разобьется но потом положим пока яблоко сюда то есть прямо так поставил уже декор мой побольше яблоко можно флешки то есть этими предметами ну конечно кошелек у всех разных может может кому такое стыдно кому-то наоборот пожалеть такой приятный аккуратненький такие маленькие цветочки такой все маленькие аккуратненько такое прикольное может наоборот кто-то под зеркало поставить то есть я говорю тут зависит от кошелька на вот вернемся к этим предметам это уже по моему 2000 годах посмотрите но в чем здесь плюс посмотрите порцелайн все брендовая клейма печати вот такая чашка красивая исполнена бавария порцелай фарфор качественный вот бывает сейчас идут уже конечно китайские просто регистрируются в германии бренды вот но одно дело скажем так китайский фарфор современно очень хороший даже там брендуется они прям германии ставится клейма все под германию все все красиво все качественно цена у нее как будто это там 19 век вот это в этом проблема ладно я считаю допустим купили в этом за тысячу за две за три как в сувенирных лавках хороший качественный фарфор то всем надо чуть-чуть заработать понимаете даже вот если вот этот просто китай но посмотреть само исполнение забрендованной фирмы да просто я считаю ту же она того стоит просто вот если взять не не будем говорить то есть хороший допустим фарфор который сейчас продается в нем в лавках по всей стране там про это бывает рассказывать неоднократно то есть но вещь само исполнение само красивое но вы же отдали не десятку понимаете вы отдали не десятку вот а ну что посмотреть золото цветочки такую хорошие такие пастельные там ну вот конечно золото до ручка что для себя любим тут пирожное положите условно говоря этого для пирожного до тарелочку для пирожного а это вот вы будете пить вот так чай а почему нет почему человек не может и не жалко расколоть здесь что как вы видите ну что не стоит денег но посмотрите работа при чем это геральт блин бавария порцелайн посмотрите золотые орлы все это германия западная ну это сейчас там делают золото 24 карата есть там сейчас там тоже другие бренд там забыл как называется но не о них мы не будем сейчас говорить поэтому вспоминать не стоит то же самое тарелка под это и под торт что она не стоит своих денег вот который у меня будут на сайте в какой тут минус но это вот я говорю у меня там ведь пальчики отбивились бывает такое ломается там это от статуэтки там незаметно тоже смотрите какая бесподобная тарелка то же самое все геральт все золоте бавария порцелайн минус минус вот так ставим пьем вот минус вот все раскололось посылка была посмотрите откололи и привет вот это все золото но восстановление думаю будет стоить дороже чем то есть эта тарелка уже пойдет в подарок но если кто-то захочет купить посмотреть что тарелка уже в подарок чтобы можно было куда-то поставить даже можно сказать на выставку потому что она очень блестит ярко в шкаф взяли поставили уже были нормально смотрелось достойно ну так декор а вы я считаю очень приличный декор очень декоративный красивый предмет вот то есть из этого можно был пить чай и да я вам явно может даже торт пожалела из нее кушать потому что блин ну как очень красивый вот так он сколол я бы себя просто бы не простил бы это немножко шутка но все равно вот а так вот это она будет у меня продаваться ну вот за это чайную пара это просто ну кто-то может будет пользоваться со сколом но просто каждый раз видеть этот сколы и расстраиваться то что на золоте она просто очень сильно смотрится да ну а так можем пользоваться чего нет то есть бесплатная тарелка можете бить ее не жалко на даче где-нибудь из такого кушать без проблем без проблем конечно кушают все бывает из разных у нас фарфоров да из разных предметов кто-то может золото из серебра антикварного 18 век но кто кушает из общепитовской столовой времен ссср вот ну на этом у нас про эти предметы все так новинки поступали и будут у меня появляться я сейчас как раз работаю по фарфору сейчас мы такой взяли работать наращивать предметы с фарфора по другим время просто не остается вот но так всем большое спасибо за лайки за просмотр за подписку подписывайтесь кстати будет следить за новинками но после видео как обычно фото поэтому до свидания всего доброго до новых встреч да если кто-то спросит что это за ложка от ложки серебряными кстати есть и большие столовые наборы очень интересные ложки тоже винтажные серебряные можно что-то наличие на заказ не планировать какая восьмой десять девятый мина ну ладно это лучше смотреть у них серебря поэтому я думаю таким чашки тоже приятно кушать и серебряные что ну так далее кроме чайных сервизов к сожалению у меня там их нет сейчас ну там советские мы не будем там гильдерейровские показывать вот это на заказ возможно я думаю просто там есть все нюансы в которых вообще не будем удаляться по вазам вазы не будут появляться обязательно я рассмотрю варианты более дорогие более уже там такие либо эксклюзивные это такое недорогое более монтажное вот это вот такой стебя в бюджетном направлении потому что до 10000 это все бюджетное направление хотя интересно брендовое красивое поэтому по вазам будет и не только по вазам там я надеюсь и по статуэткам и по чайным парам можно даже комплектами но это лучше пока на заказ потому что я сейчас пока работает по статуэткам это не такая недорого винтаж это попадается поэтому эти примечки не появились вазам вазам Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok